Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня будем готовить очень вкусный и нежный пирог с кабачками на творожном тесте. Он нежный и сочный. Готовиться несложно. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. Сначала приготовим творожное тесто. Для него нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов домашнего творога, 250 граммов муки, 1 яйцо, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Сначала я творог перетираю через сито. Он становится более однородным, без крупинок, такой воздушный. И тесто будет эластичнее. Это у вас не займет много времени. но повлияет на структуру теста. Творог готов. Теперь добавляем к нему соль, сахар, чтобы тесто было непресным. Добавляем 1 яйцо. И теперь добавляем муку. Вы видите, творог мягкий стал, без крупинок, однородный. Творожное тесто мне очень нравится. Оно вкусное, полезное и очень быстро готовится. Сначала замешиваем с помощью ложки, а потом вручную. В зависимости от того, какой у вас творог, у меня домашний, и он не слишком водянистый. Поэтому муки может уйти немного меньше. Все зависит от качества творога. Поэтому следите сами. Тесто должно быть мягким. Еще вот у меня осталась мука, но мне она также понадобится для подсыпки, когда мы будем раскатывать тесто в тоненький пласт. Но вот сейчас у меня тесто той консистенции, которую должно быть. Оно мягкое, не забитое и не прилипает к рукам. Берем пакетик полиэтиленовый или пищевую пленку и ставим тесто в холодильник на полчаса. Для начинки мне нужны будут следующие продукты. Один небольшой кабачок, одна морковь, три помидора, один красный болгарский перец, две луковицы, два зубка чеснока для аромата, соль, перец добавляем по вкусу. Помидоры я заливаю кипятком. Я всегда снимаю кожицу, мне не нравится, когда кожица попадается в начинки. Лук мы нарезаем полукольцами. Морковь берем или одну большую, или две маленьких. Разрезаем пополам и теперь нарезаем тоненько. Нарезка должна быть красивой. Тогда пирог в разрезе будет очень эффектным. Кабачок очистили от кожицы. Его нужно нарезать небольшими кубиками. Сначала я разрезаю на слайсы, а потом режем на полоски, затем на кубики. Слишком мелко нарезать кабачок не нужно. Кубики должны быть среднего размера. Сладкий болгарский перец мы нарезаем кубиками. Можно взять половинку красного и половинку желтого. Так начинка будет ярче. Вообще с начинкой можно экспериментировать. Добавлять любые овощи. Главное, чтобы они сочетались по вкусу. Нам осталось лишь только нарезать кубиками помидоры. Я сначала снимаю кожицу. Мне никогда не нравилось, когда в начинке или даже в зажарке, когда я делаю есть кожица с помидоров. Я всегда ее снимаю. Мне кажется, так нежнее и вкуснее. Помидоры нарезаем кубиками. Еще не сезон помидоров, поэтому они у меня не слишком спелые. Красные, но не такие, как летом. Сок пусть остается, добавим его в начинку. На раскаленную сковороду с растительным маслом мы выкладываем лук. Слегка обжариваем. К луку добавляем морковь. перец. к моркови с луком мы добавляем перец. Перемешиваем хорошо. Нам нужно, чтобы из перца немножко выжарился сок, чтобы начинка не была слишком водянистой. Также добавляем кабачок, нарезанный кубиками. И все хорошо поджариваем. Овощи обжарили до мягкости. Теперь добавляем помидоры. Хорошо все перемешиваем. Пирог будет вкусным, сочным, сытным. Главное очень полезным. Здесь много овощей. На этом этапе нам нужно нашу начинку посолить по вкусу. Добавить черный молотый перец. Еще раз перемешать. И немножко протушить, минут 5. Начинка готова. Теперь в конце мы добавляем чеснок. через чесночницу выдавливаем. Огонь выключаем. Еще раз перемешиваем. Начинка очень ароматная, сочная. Теперь ее нужно полностью остудить. Тесто достали с холодильника. Теперь посыпаем стол мукой. тесто прекрасное. Посыпаем хорошо сверху, снизу. И теперь с помощью скалки раскатываем. Мы будем использовать форму для выпекания в диаметре 24 сантиметра. Нам нужно раскатать немножко больше, так как у нас будет пирог с бортиками. Поэтому раскатываем тесто примерно в диаметре 30 сантиметров. Края потом обрежем. Тесто раскатала. Форму беру стеклянную в диаметре 24 сантиметра. Смазала ее растительным маслом рафинированным. Смотрите, вот как намного больше раскатала тесто. Тесто очень послушное, не рвется. Выкладываем его в форму. Теперь хорошо формируем бортики. сейчас все сделаем красиво. Духовочку я включила уже разогреваться. Лишнее тесто, где намного больше свисает, мы обрезаем ножом. Его можно использовать для украшения или вообще не использовать в выпечке. По желанию. или можно толще раскатать. Но мне не нравится, когда слишком толстое тесто в пироге. Мне всегда нравится, когда основа тоненькая. Она хорошо пропекается и вкусная. Теперь выкладываем начинку. Начинка должна быть остывшей. Это главное правило. Я быстро ее приготовила и вынесла на балкон. Пока у меня тесто стояло в холодильнике, я остудила начинку. Делаем красивые бортики. Я вот просто заворачиваю. Муки у меня ушло немного меньше. Так как у меня творог был суховат, не слишком влажный, я использовала 220 граммов муки. Но у вас может если будет творог немножко с жидкостью уйти больше. В общем 220 -250 граммов муки нужно смотреть просто по консистенции теста. Теперь готовим заливку. Для нее нам понадобится 3 яйца и 150 граммов сметаны. Я брала жирностью 15%. Вилочкой просто взбиваем яйца. Берем емкость побольше. Выливаем сюда яйца. Добавляем соль по вкусу. Немножко перца. Сметану. Духовочка уже у меня горячая. Все готово. Еще раз перемешиваем до однородной массы. Заливка готова. Вот наш пирог красивый. Заливаем его. Вы заметили все рассчитано пропорции продуктов именно на форму в диаметре 24 сантиметра. Получается полноценный пирог. Разравниваем вилочкой и ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Нам нужно чтобы хорошо пропекся у нас пирог. Именно тесто творожное. Также я выпекаю на режиме верх-низ без конвекции. Пирог выпекался 45 минут. Он очень красивый, румяный, ароматный. Выключаем духовку и оставляем пирог остывать в духовке. Открытый пирог с кабачками на творожном тесте готов. Поверьте, румяный и очень вкусный. Овощной пирог это отличный ужин. Готовьте в удовольствие, а подавайте с любовью. Сейчас посмотрим какой же пирог в разрезе. Скажу сразу, он очень и очень сочный. Красота! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч! Пока-пока!